Ритм Ритмика Техническую основу поэзии и, полагая под стихами исключительно способ организации речи, мы можем сказать, что текст плюс ритмика равно стихи. Что же входит в это понятие? Вообще ритмизован может быть почти любой элемент стихотворения. Даже образы могут быть выстроены в определенном порядке, чередуя, к примеру, земное с небесным, желаемое с действительным. Однако, говоря о технической стороне, отметим такие элементы ритмки. Метрика Это интонационная организация стихотворной строки и всего текста. К ней относятся как раз-таки наши любимые стихотворные размеры. Рифма Это созвучие слов в определенных позициях. Я не думаю, что нашим зрителям нужно объяснять на базовом уровне, что такое рифма. Мы это все прекрасно понимаем. И, наконец, строфика. Композиционная организация произведения, объединение нескольких строк в строфы, а нескольких строк в более масштабной конструкции, которые могут далее становиться твердыми формами, как, например, сонеты. Отдельный жанр. Стоит отметить, что в стихах не обязаны присутствовать все возможные элементы ритмики. Как показывает практика, можно обойтись без любого из них. Есть свободные стихи без какой-либо метрической гармонии. Есть белые стихи. Есть, в конце концов, верлибры без метрики и рифмы. Есть даже стихи, записанные в строчку, как в прозаическом тексте. Но у каждого элемента есть своя цена и своя польза. Цена выражается в наших усилиях, которые мы прилагаем, чтобы организовать текст, уложить наши мысли в определенные формы. Польза выражается в дополнительной гармонии, которая создает комфортные условия для восприятия образом, повышает эстетическое напряжение за счет ритма, упорядоченности, музыкальности, несет с собой определенные ассоциации, побуждающие читателя думать, сопоставлять и проникать вглубь. Начать имеет смысл именно с метрики. Прежде всего, существует множество вариантов ритмизации строки и всего стихотворения. И каждый вариант представляет собой так называемую систему стихосложения, которые, в свою очередь, объединяются в группы. Первая группа, на которой мы не будем останавливаться, называется песенной. В ней основой ритма является чередование долгих и кратких слогов, что было удобно, например, для античной поэзии. Произведения на древнегреческом языке исполнялись вживую. Вторая группа, которая нам более интересна, называется акцентной. В ней основа ритма – это чередование ударных и безударных слогов. Она стала популярной в связи как раз с развитием книгопечатания. Произведения уже не столько исполнялись вживую, сколько печатались в книгах, жили на бумаге. А бумага сама по себе, как мы знаем, не поет. Среди акцентных систем мы знаем такие. Силабическая, или по-другому слоговая. В ней важна соизберимость строк по количеству слогов в них. Она не слишком выразительна сама по себе. И сейчас сохранилась разве что в подражательных жанрах, таких как, например, японские трехстишие хайку. В них по три строки, в каждой из которых, соответственно, 5, 7 и 5 слогов. Впрочем, главенствует мнение, что нет смысла соблюдать слоговую соразмерность в переводах японской поэзии, так как слог в японском языке совершенно не равен. Не то же самое по информационной значимости, что слог в русском языке. Поэтому навряд ли мы будем слишком часто встречаться с чистой силабической системой. В качестве примера короткое стихотворение Мацло Басё. Бабочке полет будет тихую поляну в солнечных лучах. Вторая система, о которой мы поговорим, называется тоническая. Или её иногда тоже называют словом акцентная, как всю, собственно, систему. В ней важна соизмеримость строк по количеству ударных отрезков в них. На каждый ударный отрезок приходится одно ритмическое ударение, которое также называется иктом. Но икты не всегда соответствуют ударениям в словах. И предлоги, а иногда и не только предлоги, акцента часто бывают лишены. И разбиение строки на ударные отрезки автор, как правило, производит сам согласно замыслу. Как же мы можем иногда этот замысел понять? Ну, например, иногда такие отрезки выделяются переносом строки. И получается то, что многие привыкли называть лесенкой. Признанным мастером тонического стиха является Владимир Маяковский. В этой же системе также написаны некоторые былины и сказки. И, в частности, Александр Сергеевич Пушкин написал ей сказку о попе и работнике его балде. Для тонического стихосложения определено понятие стихотворного размера. Мы помним вот эти стихотворные размеры, такие как ям и хорей, но они немножко пока что из другой системы стихосложения. А в тоническом все немножко проще. Там есть дольник и тактовик. Дольник предполагает, что между иктами может быть один или два слога безударных, а тактовик предполагает, что между иктами их может быть от одного до трех. В качестве примеров приведу фрагменты стихотворения. Владимир Маяковский, флейта позвоночника. Все чаще думаю, не поставить ли лучше точку пули в своем конце. Сегодня я на всякий случай даю прощальный концерт. Андрей Вознесенский, фрагмент стихотворения «Мастера». Колокола, гудошники, звон, звон, вам, художники всех времен, вам, Микеланджело, Барма, Дант, вас молнией заживо испепелял талант. А в следующий раз мы с вами поговорим о самой популярной системе в русской поэзии, с которой мы все в той или иной мере уже знакомы, о той самой силоботанической системе стихосложения. Спасибо за внимание.